Экономия Здравствуйте, дорогие наши! Нынче мы вас порадуем разными способами пополнить бюджет за счет экономии. Кризис в разгаре, и сами знаете, тут уж каждый изгаляется в экономии, ну кто как может. Доходит и до полного маразма. Запомните фишку – сэкономил, значит заработал. Поэтому экономия и еще раз экономия. Вот, например, такая форма экономии. Надеюсь, вы проникнетесь и вам жутко понравится. И, кстати, начинайте применять эти способы – экономится куча бабла. Скандальте дома почаще – это разогревает кровь, поднимает давление, и отопление вам не понадобится – самообогрев. Ходите почаще в гости – вы будете экономить на ужинах, завтраках и обедах. На трассах и автобанах утром можно найти пришибленных автомашинами диких животных. Это же мясо и шкура. Собирайте одуванчики и делайте вино дома. Хранится долго, пьется медленно. Когда бы на вас не навалились гости, вино у вас всегда в запасе. Не пропускайте ни одной монетки и купюры, даже самой мелкой на улице. К старости накопите денег на гробик. Опять экономия. У вас дома хранятся поздравительные открытки, присланные вам роднёй за последние хрен знает сколько лет. Прозрежьте их в кусочки, наклейте получившуюся мозаику на листы бумаги и опля! У вас есть чем поздравить родичей с Новым Годом! Принимайте душ. Нефиг в ванной нежиться. Установите временное ограничение. На помыться подмыться 3 минуты. И этого как раз хватает даже для парламентских речей. Хватит и вам на мытьё. Не покупайте кофе, чай и сахар. Обойдите кафешки и соберите пакетики со столов. Главное тут побыстрее смыться вместе с собранным добром. Заведите себе кошку и зимой грейтесь об эту живую грелку. Будете экономить на отоплении нехилые бабки. Надеюсь вам понравились наши рецепты. Следующая порция рецептов по экономии средств на следующей неделе. Подписывайтесь, ставьте лайк и приходите ещё. Всем хорошей экономии!